За прекрасным не нужно ехать на край света. Слободской фотограф Александр Голышев в полной мере ощутил это еще прошлым летом. Тогда он вместе со своими друзьями сплавлялся по реке Немде на Байдарках. Нынче снова потянуло в живописные места. В государственный природный заказник Пижемский отправились на внедорожниках. С ребятами давно собирались, решили съездить в советский район на реку Немда. Хотели повторить, то есть если не на Байдарках сплавиться, то хотя бы своим ходом туда добраться и в несколько дней устроить небольшой поход. С Лобосково до первой нашей стоянки порядка 200 километров. Влюбленных в природу Вятского края подобралось немало – 10 человек. Река Немда, правый приток Пижмы известна своими скальными заповедными берегами. Природа там необычна для нашей местности. Это скалы и утесы, пещеры и гроты в сочетании с большим разнообразием растений. Уникальная достопримечательность – Бересняцкий водопад – стало местом первой стоянки слободских путешественников. Водопад – диковинное явление не только для природы Кировской области, но и большая редкость для всего Поволжья. Наверное, единственный, может, самый крупный в Кировской области, очень живописное место. И каменный массив, и водопад, они находятся в заказнике природном, то есть это, в принципе, охраняемый природный объект. Там словно в горном ущелье, говорит Александр. Рокот воды, над которой таежный лес с валунами, мхом и валежником. По народным поверьям, ледяная вода из Бересняцкого водопада обладает чудесными свойствами. Если пройтись под ним семь раз, то здоровье будет на весь год. Впрочем, вдоль реки есть еще множество практически сказочных мест. И оттуда до следующего места стоянки километров 60, наверное. Ну, это по трассе. Если ехать напрямую, пробираться, то там, соответственно, меньше расстояния. Но там не проехать уже на легком автомобиле. Второе место стоянки – это каменный утес «Камень». Это целый комплекс, скал, ну, широко известен не только у нас в области. С самих этих скал открывается очень шикарный вид. Скальный массив «Камень» на правом берегу Немды – излюбленное место скалолазов. Известняковые утесы растянулись по берегу более чем на километр. В этот раз мы останавливались на другом берегу, и мы ездили без лодки. Соответственно, мы не забирались на скалы. Ребята наиболее у нас такие смелые на надувном матрасе все-таки переплывали реку и забирались на скалы. Ну, они здесь были первый раз, и им было очень интересно посмотреть. В последний день отдыха слабожане решили посетить Лежнинское озеро. Прозрачность его воды позволяет желающим заниматься подводной охотой. В озере много щуки и плотвы. На глубине живут раки. Оно является самым глубоким озером в нашей области. Глубина порядка 37 метров. То есть, это озеро на месте карстовой воронки образовано. Площадь у него небольшая, но там такие вот живописные места, плюс глубина. Вода очень чистая, прозрачная. Популярное место среди отдыхающих. Также экскурсии туда ездят. Когда мы ездили, там стояло несколько экскурсионных автобусов. То есть, даже, возможно, они из нашей области приехали. Поездка заняла почти трое суток и оставила после себя много приятных впечатлений. Общение с друзьями, наверное, небольшие такие прогулки. Я брал с собой спиннинг, то есть, соответственно, немного порыбачил. К сожалению, говорит Александр, все эти памятники природы довольно быстро обрастают мусором, который оставляют после себя туристы. Если они будут продолжать в том же духе, жемчужина Вятского края рискует утонуть в бытовых отходах. Нелогично, если учесть, что это одно из самых излюбленных мест отдыха жителей Кировской области.